Ну что, давайте начинать. Спасибо большое, что выбрали мой доклад, во-первых. Давайте попробуем познакомиться. Меня зовут Дмитрий Пархамчук. Я работаю программистом. Как это по-модному сейчас называется? Senior Software Engineer. Также время от времени я пью кровушку студентов КПИ. Я там работаю аспирантом. Ну и основной фокус моей работы в данный момент это разработка под Google Cloud платформу. Сегодня я буду делиться с вами своим опытом. Грустными историями и историями о том, как я из этих грустных историй вылез. Это агрегированный опыт из нескольких проектах в нескольких компаниях. Все, что я вам сегодня буду рассказывать, основано на практике, то есть те или иные подходы были апробированы на реальных живых проектах. Итак, о чем я вам сегодня буду рассказывать? Сегодня мы с вами будем говорить о event-driven коммуникациях между микросервисами. Сначала немножко поговорим о том, что это в принципе означает. Ну, слово event — это событие. То есть в таких архитектурах, в таких дизайнах делается упор на то, что микросервисы общаются между собой посредством событий. Что же все-таки такое событие? Ну, событие, если в двух словах объяснить, что это такое, это означает, что в системе что-то произошло. Например, Glovo доставила вам Big Mac на работу. Или, например, ваш самолет прилетел в аэропорт Стамбула. Это тоже важное предметное событие, которое надо куда-то положить. И, возможно, некоторые сервисы, например, которые предлагают вам эскорт-услуги в Стамбуле, должны на это отреагировать. Итак, внешне выглядит эта схема приблизительно вот так. Есть очень большое количество докладов, где рассказывают о том, как круто, когда у нас происходит слабое связывание микросервисов, потому что на самом деле сервис А на этой картинке вопричем понятия не имеет ничего о сервисе B и сервисе C. Он просто вложит туда свой ивент. Message Broker в данном случае выполняет роль ивент-баса. То есть туда мы вложим сообщение о том, что произошло. Если вы в Message Broker ложите сообщение о том, что надо сделать, то это Command-бас. Подходы к отказоустойчивости Command-баса очень сильно отличаются. Они гораздо дешевле, и об этом, возможно, я сделаю совершенно другой доклад. Итак, на чем я все-таки буду делать упор? Дело в том, что на докладах, на конференциях, которые потом являются аргументом на рефайментах, когда один разработчик рассказывает, и я вот это услышал на конференции, давайте это применим. Я лично видел такое уже несколько раз на проектах. Чаще всего рассказывают о том, какой классный Kubernetes, какой классный Amazon, какие там есть лямбда-функции, клауд-функции, как там работает офигенно Message Broker. Но как-то никто, по крайней мере, я на своем опыте этого не видел, не заморачивается о том, а что там с атомарностью этой операции. В чем смысл? У нас сервис А принимает некую команду, изменяет свое состояние, и дальше нотифицирует внешний мир о изменении своего состояния. Если мы используем event-driven архитектуру, то нам надо гарантировать, то есть consistency всей системы мы не гарантируем сразу, это в принципе невозможно. В лучшем случае мы можем гарантировать eventual consistency, то есть целостность в конечном счете. Это может быть гарантировано только тем, что информация о том, что что-то произошло, в конечном итоге все-таки в event-bas ляжет. Я попробую вам описать подходы, когда это можно организовать целостно, и когда… и то, как было на самом деле. Итак, попробую показать вам практический пример. Пример. Эта система под грифом совершенно секретна. Меня заставили вырезать из нее все, что только можно было, и я начал искать в интернете похожие. Предположим, у нас есть микросервисная архитектура, которая моделирует некое предприятие. Назовем ее телекоммуникационная компания. У этого предприятия есть три департамента. Ну, департаментов на самом деле там больше, но я остановлюсь на трех. Это сейлс-департамент, это тренинг-департамент и это колл-центр. Предположим, у нас есть юзер-старя, что наш тренинг-департамент должен предоставлять услугу, тренировать свежие лица для остальных департаментов. То есть внешне это выглядит так, что колл-центру надо 10 свежих людей, которые могут говорить по телефону. Они идут в тренинг-департамент и говорят, ребята, найдите нам с улицы 10 студентов, научите их говорить четко, и они будут сидеть в нашем колл-центре. Ну, для примера. Как это может быть реализовано на Eventriven? Колл-центр может сказать тренинговому центру тренируй. Тренинговый центр как-то людей натренирует. Это будет длительно играющий процесс, то есть это не сразу произойдет. Ну, если у них там пул студентов есть уже, то они могут и сразу его отдать, но скорее всего под капотом там будет происходить определенное количество событий. После того, как тренинговый центр натренирует нам 10 человек, он скажет в внешний мир. Группа есть, делайте с ней, что хотите. Предположим, что мы с вами реализуем такую систему. Мы с вами ходим на конференции XP Days, .NET Fest и все остальные. Нам там DevOps-ы понарассказывали о подходах к тому, чтобы это все реализовать отказоустойчиво, чтобы понимать, что у нас, собственно говоря, напротив все происходит хорошо. Чаще всего он рассказывает о health check. На данной архитектуре это, скорее всего, будет health check, который будет проверять connect к базе и connect к message broker. Ну, на самом деле я не буду останавливаться на том, какие именно health check писать. Литературы в интернете очень много. Можете на это посмотреть. Скорее всего мы завязаем какой-нибудь централизированный сервис логирования, чтобы в одном месте иметь возможность эти логи посмотреть. Кстати, в зале есть специалист по логам. Завтра сходите на его доклад. Это Евгений Сафонов. Вон он сидит, машет головой. Также мы можем подцепить какие-то метрики. Инфраструктурные, доменные, которые будут нужны как для бизнеса, которые будут нужны нам, чтобы понимать, сервис вообще жив или мертв. К чему я все это введу? Я был на проекте. То есть у меня есть конкретный готовый опыт, когда мы вот это все реализовали. Мы пошли в продакшн. В нашей жизни, как нам казалось, все было хорошо, но столкнулись мы приблизительно вот с такой вот историей. Во-первых, если посмотреть на первую картинку, если вспомнить самую первую картинку, вот там, где мы, там, где у нас две стрелочки, одна из которых меняет состояние, вторая из которых паблишит ивент, на той картинке, в принципе, непонятно, что там с атомарностью. То есть эти операции действительно одновременно или произойдут, или не произойдут, или вот возможные варианты. А что делать, если, например, не произошел паблиш ивенбас? Ну, если мы все сделаем правильно с точки зрения мейнтейнобилити, мы хотя бы залагируем это событие о том, что вот ивент бас не отработал. Зовите специально обученного гражданина, который на основании этой нотификации, что что-то не произошло, руками уже починит. Скажите, у кого-то была ситуация при покупке билетов сюда, когда вы деньги заплатили, но сам билет вам не пришел? О, I feel your pain, guys. У нас на проекте была, в принципе, достаточно похожая ситуация, но мы попали гораздо глубже в этой ситуации, потому что если бы мы хотя бы знали о том, что сообщение не легло, мы могли бы попросить кого-то или привлечь ночного разработчика, которому не повезло дежурить в этот день, руками это все поправить. Но дело в том, что у RabbitMQ, у системы паблиша, есть два режима. Confirmed и не confirmed. Дефолтное поведение не confirmed. К чему я веду? Rabbit клиент время от времени проверяет связь с Rabbit сервером. Такое поведение вшито точно в шарпный джавовский нодный клиент, насчет остальных я не уверен. И может быть такая ситуация, когда коннект вроде как бы есть, но как-то принять в себя месседж он уже не может. По любым причинам. Причин может быть очень большое множество. Хелсчеки, в принципе, для того и придуманы, чтобы понимать, мы там как, мы можем этот запрос обработать или лучше клиенту сразу сказать, что все плохо. Rabbit делает это с определенными интервалами. И если вы хелсчек, и если между хардбитами что-то произошло, до следующего хардбита вы будете на полном серьезе уверены, что у вас в системе все нормально, что мы живы, мы можем положить в Rabbit сообщение. Если в этот момент вы примете запрос и начнете публиковать сообщение в Rabbit, на самом деле вы просто молотком постучитесь в рельсу. Сообщение физически туда не ляжет, потому что структура МПГ протокола такова, что вы даже не узнаете о том, что оно там не оказалось. Вот. Хоть если следить по первому слайду, мы действительно походили на конференции, мы вроде вкрутили все, что можно было, но в конечном итоге некоторые люди, для примера, не получат билеты на конференцию. Итак, как нам с этим жить? Я агрегировал информацию по своему опыту, по опыту ребят, которые ходят на конференции, я им тоже эти вопросы задавал. Ну и в целом на интересных книжках, в которых в принципе ивенты описаны, там люди, которые их читают, то, например, книжка Вернана Implementing Domain Driven Design, где в принципе описана ивен-древен архитектура, ее если до конца досчитать, то там написано, как это сделать отказоустойчиво, но туда обычно не считают. Обычно ограничивается самим подходом. Вот. Итого, как можно пропетлять? Я выделил три различные группы. Первую группу я назову так. Не парьтесь, рано или поздно получится. То есть давайте ретраить. Давайте гарантируем хотя бы информацию, хотя бы факт того, что нам надо понимать, мы сообщение положили или не положили. О, не положили, отлично. Давайте попробуем еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Официальный клиент Амазона, если я не ошибаюсь, делает миллион попыток по дефолту. То есть рано или поздно, если не сильно запариваться, мы там точно окажемся. То есть он будет его бить, 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 пока не забьет. Вот. Вторая группа подходов. Я ее тут написал как ETL. На самом деле это интеграция на уровне баз данных. Он предусматривает в двух словах, что идите вы со своим event sourcing, нам нужна отказоустойчивость. Давайте на все это, от всего этого отойдем и просто настроим интеграцию на уровне баз данных. Тем более есть очень много маркет решений, я скажу в плюсах-минусах такого подхода, но тем не менее целостность в конечном счете мы стопроцентно гарантируем. И третий подход микросервисный, который называется Transactional Outbox. В чем суть, в чем его плюшки и в чем дешевизна и подарок с подкапота, я вам расскажу чуть больше. Боже. Давайте сначала пойдем о ретраях. По ретраям. Итак, предположим, что вам жалко ваши деньги и заказчику жалко его деньги. Ну, мы все стараемся заработать как можно больше денег и как можно меньше при этом потратить. И мы можем, например, воспользоваться менедж сервисами очередей. У трех топовых клауд-провайдеров они точно есть, тут, если я нигде не налажал, нарисованы картинки Amazon SQS, Cloud PubSub и Azure. У всех этих клиентов, по крайней мере, если на сайте официальной документации все написано правильно, явно указано, что все эти серверы, что все клиенты предоставляют возможность настроить несколько попыток паблиша в месседж-брокер. Кроме того, они… Там нету такой фишки, как у Рэббита с unpublished, с тем, что мы можем не узнать о том, что мы не положили. Они по дефолту все отдают точно. То есть, если оно туда легло, мы об этом узнаем. Если оно туда не легло, мы тоже об этом узнаем. И хотя бы сможем на это в лучшем случае, в любом случае, отреагировать. Вот. Ну, как я говорил, у амазоновского клиента по дефолту миллион попыток. То есть, он будет… Этот клиент будет ломать своего месседж-брокера, аж пока не получится, скорее всего. Теперь поговорим о ситуации, когда вы, например, вообще хоститесь не в клауде, а в он-сайте. То есть, вы написали какое-то решение, которое должно работать быстро и засунули его, например, в свою собственную инфраструктуру. Или вы не можете по каким-то причинам… Или вы хоститесь в клауде, но, к сожалению, не можете пользоваться менедж-сервисами. Такое тоже бывает, такое тоже нормально. Заказчики иногда не хотят связывать свою судьбу с конкретным клаудом. Ну, скорее всего, вы воспользуетесь чем-то вот этим. Поднимите руку, кто знает, чьи это картинки. Так, вижу, ребята, старософта. Вижу не только оттуда. Хорошо. Итак, слева нарисована зайка, справа нарисована кавка. В принципе, и там, и там есть режим knowledge of delivery. То есть мы можем сказать каналу, дружище, давай ты скажешь, что все хорошо, если реально все хорошо. А если все плохо, ты скажешь нам о том, что все плохо. Единственный минус, я на своей практике замерял, после включения режима подтверждения performance просаживается в три раза. Ну, есть такие особенности. Кроме того, насколько я знаю, поправить, можете поправить меня после доклада, если я не прав, по дефолту клиенты предоставляют возможность авторы кава реконнекшена, то есть если клиент поймет, что он потерял connect с message broker, он его хотя бы восстановит. Но сам паблиш, по-моему, не ретраится. То есть нам придется написать кусочек кода, который будет ретраить. Давайте поговорим о второй группе подходов, которые хотя бы хоть в каком-то приближении гарантируют нам целостность. Database to database или, ну, конкретно здесь, это ETL, это extract transform load. В чем суть? В этом подходе мы забываем о том, что у нас были ивенты, мы забываем о том, что у нас был красиво реализованный domain-driven design, мы пытаемся, то есть представьте себе, мы пытаемся, если мы уже столкнулись с такой ситуацией, мы пытаемся клиенту объяснить, что, дружище, ну, начинаем называть ему паттерн, начинаем называть ему подходы. Клиент в этой ситуации перед каждым паттерном и подходом вставляет префикс из трех букв и говорит, ребята, мне нужна отказоустойчивость, оно точно должно работать. Самый дешевый вариант в этой ситуации забить на все ивенты, давайте начнем работать ETL. То есть мы просто настроим какой-то сервис, например, один из вот этих, где мы просто нарисуем диаграммку вообще без участия программиста, где явно напишем, что если что-то произошло вот тут или если какие-то изменения прошли в этой табличке, мы положим в эту табличку в другом сервисе. Нормальное решение. И самого прикольного, оно очень дешевое с точки зрения разработки. Скажу лично, я не любитель заниматься инфраструктурным кодом. Я насчитался Evans, мне интереснее писать доменный код. Но тем не менее. То есть вот это вот решение подразумевает мало кода, готовое решение. Codeless, do more. Ну, если не нравятся зубры с левой стороны слайда, можете посмотреть на зубров с правой стороны слайда. Решений на самом деле ETL-евских на рынке очень много. Они там между собой борются предоставляемыми продуктами, ценой, отказоустойчивостью, высаживанием производительности. Кстати, на Highload'е был доклад на тему why ETL is dead use long living streams, где докладчик просто описывал, с какими проблемами производительности можно столкнуться. Но в целом тема вроде понятная. То есть мы отходим от доменного кода на ивентах, мы переходим, мы начинаем смотреть только на базу и мы начинаем гарантировать консистентность. Поговорим о преимуществах и недостатках подобного подхода. Преимущества. Если правильно все использовать, мы тратим мало времени разработчика на решение этой проблемы. Предыдущий докладчик уже это явно упоминал, что сейчас дороже всего время. Не ресурс, а именно время человека. И если мы уже столкнулись с подобной проблемой, которую надо очень быстренько решить, если ее можно решить вообще без участия программиста, чтобы сам продуктованер подумал, повезло мне с командой, все приходится делать рукой, то у него будет возможность это сделать с использованием подобных инструментов. Второе преимущество — большой выбор. очень большой выбор. Этих ETL-овских систем, этими ETL-овскими системами забиты первые три результата в Гугле. Дальше я не считал. Возможно, их гораздо больше. То есть выбор большой, на вкус и цвет. Ну и основное преимущество, почему я вообще это упомянул, это целостность. То есть вот этим подходом мы можем гарантировать в конечном итоге целостность и то, что мы изначально, например, могли разрабатывать монолит, разработали микросервисы, потеряли целостность. Целостность с помощью этого решения вернуть мы сможем. Может быть, оно будет не сильно красиво, но целостность к нам вернется. Недостатки. Опять-таки, как я упоминал от докладчика с Highload, если неправильно использовать, можно высадить базу. То есть наша, возможно, даже невысоконагруженная система, как она была в начале, после подключения ETL-а может нам сказать, не, ребята, все, я быстро это обрабатывать не буду. И не слишком ли сложным является это решение? То есть если мы изначально хотели использовать event-driven коммуникацию, столкнулись с проблемами и пришли к этому решению, то есть нам, по сути, придется отказаться от всех своих красивых идей, вкрутить вот это, и у нас, например, начнет растекаться доменный код между нашими сервисами и ETL-овскими процессами, потому что нам придется базы данных править напрямую. Вообще, никаким образом, несмотря на модельки, на то, что, может быть, там есть какой-то хитрый доменный код, нам придется его просто положить в ETL-овский процесс. Ну, мне лично такой подход не сильно нравится. Теперь поговорим о Transactional Outbox. Это мне, в общем-то, больше нравится. Описано, как в книжке, верно, на Implementing Domain Driven Design, так и на сайте Microservices.io, то есть решение хайповое, люди им активно пользуются. Давайте посмотрим его сторону. Сначала начнем с дизайна. В чем суть? Если у нас СУБД поддерживает оси транзакции, а давайте-ка мы одной транзакцией будем и состояние системы менять, и складывать в отдельную табличку просто свои ивенты. Таким образом, сохранение, по крайней мере, самого ивента у нас будет происходить атомарно. То есть мы либо и поменяем состояние системы и сохраним об этом какую-то информацию, либо мы не сохраним состояние системы и не сохраним об этом какой-то ивент. То есть в целом мы, по крайней мере, гарантируем, что если мы уже состояние поменяли, то ивент куда-то ляжет. Вин-вин. Ну, я лично считаю, что это обалденный подход. Если мы начитали с интересных книг и не захотели использовать релизионную субэдэ, а взяли документоориентированную, тут возможны варианты. MongoDB, например, уже поддерживает оси транзакции, то есть реально можно обновлять несколько коллекций в одной транзакции и решение будет даже целостное. Оно даже полетит. Но для Mongo более ранних версий, для других субэдэ, в которых поддержки транзакций нету, но сиквельных, такой подход уже может не взлететь. То есть вы действительно можете в отдельную коллекцию складывать свои ивенты, но целостность, оно станет чуть-чуть целостнее, но все вы не выиграете. Поэтому есть вариант просто в каждом документе добавлять атрибутик ивенты на этом документе. Обновление документа почти весь, ну, насколько я знаю, везде атомарная операция и просто мы гарантируем то, что если у нас в системе что-то поменялось, информацию о том, что у нас в системе что-то поменялось, мы залагируем. Сохраним. И последнее звено подобного решения это отдельный процесс, который паблишит сообщения в Message Broker. Обычно такие решения гарантируют нам доставку по крайней мере одного раза, гарантируют то, что по крайней мере один раз это сообщение в Message Broker ляжет. То есть сразу надо держать в голове, что обработчики наших сообщений должны быть и демпатентны. Кто знает это умное слово? Ну, для тех, кто не знает, в общем, операция демпатентна. Если вот мы, например, ее один раз применили, состояние системы поменялось, а потом применим еще тысячу раз, изменений уже никаких не будет. То есть, условно говоря, если нам один раз за билеты заплатили, и мы выделили билеты, то если мы это событие оплаты билетов обработаем еще раз, еще билеты давать не надо. То есть вот это вот и демпатентность. Мы один раз обработали, один раз поменяли состояние системы. Тут надо держать в голове, если реализовать такую архитектуру, надо держать в голове информацию о том, что обработчики надо сразу делать и демпатентными. Это было абстрактное решение, то есть в целом абстрактная идея. Давайте поговорим о конкретных реализациях. Pulling Publisher. В чем суть? Как я и говорил, мы одной транзакцией меняем состояние системы и в отдельную табличку просто складываем ивенты, которые потом надо запаблишить. Рядышком стоит какой-то процесс. Ну, какой процесс? Это может быть кронджоба, это может быть кварцевская дроба, это может быть хэнфайровская дроба, которая просто по расписанию очень часто время от времени забирает ивенты из аутбокс-тейбла и ложит в месседж-брокер. То есть решение простое до безумия. Оно реально дешевое. Нам просто надо написать цикл, можно влезть вообще в 50 строчек кода, который сразу избавит нас от всех проблем. Начало звучит оптимистичное. Есть кто-то, кто считает, что в этом решении сразу заложена большая проблема. Ладно, давайте детализирую. Пойдем по преимуществам. Development low cost. Мы пишем несчастных 50 строчек кода. Если мы хотим запараллелить, мы напишем чуть-чуть больше строчек кода. Но оно все равно достаточно дешевое. Работает с любой субэдэ, в которой есть транзакции. То есть если наш сервис использует event-driven коммуникацию с другими сервисами и его хранилище данных поддерживает транзакционность, все хорошо, все отлично, это решение нам подходит. Ну и consistency. Мы гарантируем целостность. То есть если что-то произошло, месседж-брокер в конечном итоге об этом узнает. И несчастному программисту третьей линии не придется среди ночи быстренько выполнять какие-то запросы, чтобы это все починить. Недостатки. Мы имели систему, которая, возможно, была даже не загруженная, отвечала быстро на внешние запросы, но с подключением вот этого мы можем ее высадить, потому что рядышком крутится какой-то процесс, который стабильно шлет запросы в базу. База от этого может немножко не прийти в себя. То есть наши end-юзеры могут начать чувствовать определенные затруднения в целом, связанные с тем, что вот как-то система отказа неустойчивая работала плюс-минус быстро. Мы решили ее чуть-чуть поправить, чтобы она стала отказоустойчивой. Она стала отказоустойчивой не работать. То есть хотелось бы вот таких проблем все-таки избежать. Но с точки зрения development of cost, для того, чтобы быстро реализовать отказоустойчивое решение, шикарно. Мне нравится. Оно нам может даже зайти при определенных ограничениях. Теперь давайте поговорим о том, как нам все-таки не высадить базу намертво, но при этом гарантировать целостность. Так уж получилось, что реализационные субэдэ работают с транзакционным логом. Кто-то знает, что такое транзакционный лог? Отлично. Я вас обожаю. Работает с транзакционным логом. То есть где-то отдельно от базы данных сохраняется информация о том, что что-то произошло, что-то куда-то легло. И в этой куче важной и полезной информации будут лежать снэпшоты, инсертов в таблицу Outbox. То есть не высаживая базу, информацию о ивентах мы достать можем. И это реально круто. То есть все, что нам надо в этом подходе, это написать logminer, который будет лезть в транзакционные логи, будет оттуда забирать информацию только о инсертах в Outbox Table и будет перекладывать в Message Broker. Решение звучит вроде бы красиво, звучит ненагруженно и в результате есть win-win. Только тут есть один момент. Я бы хотел уточнить у зала. Есть ли хоть один программист, которому было бы интересно засочить рукава и засунуть их в транзакционные логи? Опустите руки, я вам не верю. Я в EPUM регулярно провожу собеседование. У последних 10 собеседуемых, как раз когда я готовился к этой конференции, я задал им просто вопрос, типа, ребята, смотрите, как бы работа интересная, но надо вот сделать вот это. Я честно надеюсь, что в EPUM они не пошли не по этой причине. Но возможно как раз я их тогда и отпугнул. Больше этот вопрос на собеседованиях не задаю. Итак, есть подход рабочий, которым хотелось бы воспользоваться, но сложно найти программиста, кроме тех шутников, которые подняли руку, которые согласятся это реализовывать. Давайте смотреть, что в принципе есть на рынке. Поговорим об этом монстре, который называется Oracle Golden Gate. Ребята из Oracle наколбасили уже эту бэкграунд-джобу, которая крутится где-то рядышком с сервером, засучивая рукава, вставляет их в транзакционный лох, забирает оттуда то, что мы ему скажем, и ложит туда, куда мы скажем. Вроде бы понятный, нормальный, хороший процесс. То есть вот это решение аккурат закрывает нашу потребность. Потребность не привлекать программиста выполнять очень стремную работу, по моему мнению. Я больше любитель писать доменный код. Вот у нас есть некое решение. Давайте попробуем поговорить о его достатках и недостоинствах. Достатки. Дешевизна разработки. В идеале код не пишем вообще. Ладно, в идеале мы пишем только код конфигов. То есть мы явно говорим, что придут записи в oldbox table, положи их в кавку. Все. Вот и вся наша разработка. То есть мы начинали с системы, которая была не отказоустойчивая. Мы подключили вот это. Получили лохтейлинг, который начал перекладывать эти сообщения просто в месседж-брокер. Все хорошо. Исходники своего сервиса мы не потрогали. В хорошем смысле. И отказоустойчиво начали вложить сообщения в месседж-брокер. Гарантировали себе консистенции. Еще преимущество. Ну, лид-маркет-продукт. Если что-то там поломается, это сразу починят. Ну, я надеюсь на это. То есть за счет того, что у него нереально много клиентов, они его постоянно поддерживают, оно живое. Можно пользоваться. Им может работать не только с Oracle, а с некоторыми другими реализационными базами данных тоже. То есть, если вам будет интересно, можете после доклада зайти на сайт Oracle Golden Gate и посмотреть, что же эти ребятки, с какими же субодей эти ребята умеют работать. Ну и, конечно, мы получили целостность. То, с чего мы все и начинали. Мы, не написав ни строчки кода, гарантировали целостность работы. Вин, но я считаю, что вин. Поговорим о недостатках. Недостаток номер один. Он дорогой. Он нереально дорогой. То есть, тратить на него деньги, если вы используете субэдэнни Oracle, я вам очень не советую. То есть, взвесьте за и против. Возможно, вам дешевле найти маньяка-программиста, который напишет руками парсер логов транзакционных для вашей конкретной субэдэ. То есть, дороговизна тут играет. Тут становится достаточно чувствительной. И второй вопрос. А не слишком ли оно сложное? Представьте себе, мы имели несколько сервисов в своей архитектуре. Мы имели несколько хранилищ данных. И мы имели несчастный месседж-брокер. После этого для каждого сервиса, который публикует сообщение, мы вкручиваем вот этого монстра. То есть, мы добавляем в свою архитектуру решение, которое еще и будет просить денег, будет просить ресурсы за то, чтобы его просто захостить ради этой отказа устойчивости. Но взвесить за и против в этой ситуации все-таки слово стоит, потому что мы и тратимся на ресурсы, и мы тратимся по деньгам на покупку самого продукта. Может, можно все-таки как-то попроще? Давайте посмотрим. Ну и он публикует только в Кавку по дефолту. То есть, официальная поддержка паблиша только в Кавку. У меня лично очень нежные чувства к Рэббиту. Я привык работать с ним. То есть, я не готов морально отказаться от Рэббита только ради отказа устойчивости. У меня слишком большая длительная история отношений с ним, чтобы так просто ему изменить. Тем не менее, они есть в зале дживисты? У вас есть, в принципе, небольшой бонус, потому что он по дефолту еще и работает с Java Q-System, как-то так она называется. То есть, в принципе, не будет большой проблемы для дживиста написать кусочек кода, который с этой Q-System просто переложат в Рэббит. Но я не дживист, я шарпист. Так уж получилось у меня в этой жизни. И я люблю Рэббит. Поэтому этому решению я говорю нет. Поговорим о Debeziуме. Если посмотреть на диаграмму вот эту, то есть на их архитектуру, внешне может начаться развиваться жесткое DejaVue, потому что где-то мы такое видели, учитывая даже с UBD, с которыми они работают. Это open-source продукт. Вы можете зайти на GitHub, потенциально вы можете даже туда что-то закоммитить, если вам больше нравится Oracle. Ребята бесплатные, предоставляют один в один ту же самую функциональность. Тоже надо поднимать рядом зверя, который будет этим заниматься, но не предоставляя такую же функциональность, можем пользоваться. Давайте поговорим о преимуществах и недостатках. Преимущества. Мы все еще не пишем код, мы все еще пишем конфиги, в которых явно указываем просто, что бери информацию с этой таблицы и ложу ее в Message Broker. Шикарно. Программисты смогут идти пить смузи. Им не надо будет тратить много времени на разработку. Он бесплатный. То есть нам не надо платить за то, чтобы его просто купить. Берите образы с Docker Hub. Кстати, есть люди, которые с Docker работают. Ну да, к Николаю Элеменко в основном такие ходят. В общем, выполняем Docker Run и в нашем кластере сразу появляется. Может работать с большинством реализационных с UBD. Точно есть поддержка MySQL, Postgres, MSA и Oracle. То есть эти ребята нашли таких энтузиастов, которые, засучив рукава, засунули руки в транзакционные логи и выполнили за нас всю интересную работу. Недостатки. И еще одно преимущество — это целостность. То есть, использовав это решение, мы гарантируем целостный паблиш сообщений в Message Broker. Win-win. Поговорим о недостатках. А не слишком ли оно сложное? То есть все еще решая проблему паблиша сообщений из одной несчастной таблицы, мы в свою архитектуру вкручиваем вот это только для паблиша одной таблицы. Может, можно как-то проще? То есть, да, мы получили целостность. Целостность — это круто. Я люблю целостность. Но все-таки вот есть какой-то запах у этого решения. Ну, опять-таки, они разбивают мое сердце. Тут только кавка. Рэббита тут нет по дефолту. И то решение, о котором я вам сразу хотел рассказать, на которое я хотел делать демо, но из-за того, что все, что мы сделали, висит под грифом секретно, мне этого не дали. Поэтому пришлось сделать доклад обзорный. Change Data Capture механизм. Кто когда-то работал с ним? Террасфавтовцы работали. Не надо мне рассказывать. В чем суть? У некоторых СБД конкретно у MSI Oracle есть вшитый механизм, который собирает информацию из транзакционных логов, берет оттуда снапшоты, то есть, условно говоря, заинсерчены такие-такие-такие записи и просто перекладывает их в другие таблицы. В этой ситуации для паблиша этих ивентов нам не надо искать маньяка-программиста, который полезет в транзакционные логи. Нам надо найти программиста. Вот сейчас скажите мне в зале, есть ли присутствующие, которые смогут через ORM подключиться к одной таблице и положить его в Message Broker. Кто справится с такой задачей? Ну, я думаю, справятся все, просто сейчас руку подняли те, кто слушает. В общем, единственная задача была, единственная задача просто напилить цикл, который с любой ORM, какая вам больше нравится, подключится к физической таблице и будет информацию оттуда перекладывать в Message Broker. Все. Вот и все решение. Говорим о преимуществах и недостатках. Преимущества. Мы все еще тратим, у нас тут development low cost, то есть решение такое же простое, как для первого подхода с transactional outbox. Мы просто берем твердую таблицу, забираем оттуда информацию и кладем ее в Message Broker. Все. Это один несчастный цикл for. While. While true. Извините. Преимущества. Я указал так. Может работать с более чем одной sub-ED. Как минимум в двух. В MySQL оно поддерживается. В MySQL с под коробки оно не поддерживается, но есть библиотечка, которая вам это даст. Также есть у Postgres, это называется Virtual Replication, по-моему так оно называется. То есть там можно подписаться на изменения и тоже сразу их стримить. Но это будет чуть тяжелее, чем просто написать цикл, который с помощью ORM забирает информацию из таблицы и вложит их в Message Broker. И целостность. Наша любимая целостность. То есть то, с чего мы начинали. Что у нас есть классное решение, мы не хотим его перепиливать, но мы хотим, чтобы оно работало, чтобы оно нам гарантировало хотя бы eventual consistency. Недостатки. Сразу не получится вкрутить MySQL и Postgres. Получится, но не сразу, но там надо будет немножко заморочиться. Итак, небольшое резюме по поводу всего того, что я вам рассказывал. Три группы подходов к решению этой проблемы. Решению проблемы целостности. Первая группа. Рано или поздно повезет. В случае, если мы используем Cloud Managed Services, вероятность того, что рано или поздно повезет, возрастает многократно. То есть я тут, в принципе, нарисовал вот эту иконку, которая означает подобие целостности, но вот та иконка следующая означает, что она намертво привязана к клауду, даже к клауд-провайдеру. Retry. Message Broker. Этой группе досталась только иконка с тем, что надо писать код. Иконка с целостностью ей, к сожалению, не досталась. Я просто не верю в том, что не написав очень много кода, получится полностью гарантировать целостность в таком подходе. Над ETL-ем я нарисовал картинку целостности. То есть он позволяет нам наколбасить целостность. Я не поставил картинку написания кода, потому что оно дешевое с точки зрения разработки, но оно может стоить денег. Решение, скорее всего, будет платным. В этой жизни всегда надо платить тем или иным образом за приятные вещи. И микросервисный подход. Pulling Publisher. Я тут прямо указал, что он целостный. Он требует написания кода. Надо было еще нарисовать, что он выедает производительность, но корпоративной иконки под этого у меня не было. LogTailing. Три группы. Oracle, Debezium, CDC-Tailing. То есть Oracle гарантирует нам консистентность, но просит денег. Debezium тоже гарантирует целостность. Денег не просит на покупку себя, но все еще просит деньги на хостинг. И CDC-Tailing. Гарантирует нам целостность. Надо написать чуть-чуть кода, но в целом проблема решается полностью. Полезные книги, которые стоит почитать. То есть вы ходите на конференции, это реально круто. Вы отсюда вытягиваете свежую информацию, свежие идеи. Вы можете потом умничать на рефайментах. Классная тема. Я сам так делал много раз. Но желательно глубину тоже чувствовать. Вот последняя книжка, я вообще считаю, что это Библия, которую должен прочитать любой программист, который пишет на объектно-ориентированном языке. Continuous Delivery. Тоже полезная книжка, которая должна вам хотя бы дать теоретическую основу на тему того, что ваш код, вашим кодом кто-то будет пользоваться на продакшене. Она в целом полезная. И первая книжка, Adjourney to куда-то там, майкрософтовская, тоже советую прочесть. Там разобраны практические примеры, но вы ее читайте после последней, потому что пытаться понять теорию с нее будет очень сложно. Она написана просто в виде, что, ну, я думаю, вы это знаете, а давайте это использовать. Если так сделать, потом можно реализовать весьма любопытные решения. Спасибо всем большое, что вы ко мне пришли. Я готов отвечать на ваши вопросы. Здрасте. Добрый день. Вопрос такой. Вот в вашем решении, допустим, у нас такая ситуация, что у нас есть два инстанса, ну, что там, оракла, да? Например. И в них влетают одновременно разные апдейты. Там, допустим, одно значение 5, одно значение 7. На одно и то же поле, по одной и той же сущности. Само собой, что кластер как-то зарезолвит этот конфликт, ну, там, по какой-то логике. Как вы гарантируете, что у вас же локтейлинг, и у вас, по сути, скорее всего, у вас эти месседжи ушли в кавку. Как вы гарантируете, что вы зарезолвите вот там, где-то на уровне кавки, на уровне сервиса, так же, как в базе данных? Тут есть одна хитрость, покрытая грифом секретно, которую, если вам я расскажу, мне будет сложно дальше работать гипами. Но хитрость есть. На самом деле мы об этом тоже думали. Там добавляется одно полька в табличку с ивентами, и, в принципе, оно работать будет нормально. Вот. То есть, прошу прощения, до конца ответить на этот вопрос, к сожалению, я не могу. Окей. Скажу только так, что с этой проблемой мы сталкивались, мы ее зарезолвили. Добрый день. У меня, мабуть, таке запитание просто до останнього того, что вы сказали. В останньому моменті вы оценивали ціну решения, и логтейлинг вы сказали про то, что он потребует только кілька строчек для программиста, но он не поддерживается со всеми базами данных. То есть, ваш конкретный пример, он про Oracle, большее мировое. Если у кого-то, например, MySQL, або какая-то другая база данных, то для того, чтобы это было бесплатно, нужно купить Oracle. Або, давайте я вам відповім на запитание про MySQL. Безкоштовное решение, с которым, в принципе, я думаю, вы сможете нормально спать по ночам. Мы открываем source Debezium, там явно есть библиотека MySQL CDC. Я знаю, что я працюваю просто за Debezium. Я говорю про то, что остальное решение, оно не безкоштовное, оно потребует Oracle, как минимум, який дорогий. Остальное решение там до CDC? Нет, нет. Там, где тейлинг, и тейлинг, его же неможливо имплементовать в SIS в MySQL. Окрім того, чтобы тейлити бинлоги. Но вы можете... Да. Бинлоги просто взяти и распаршивайте их, и релайтеся на их черговость. Да, если это ино-деби, например, и это, но чтобы нативно это працювало и красиво, для этого нужно использовать нормальную базу данина, которая стоит денег. Ну, вы сгодны с мной? Я сгоден с вами. Единственное, что, если подключить все-таки... Просто, если в Debezium... Дивите, у нас лишается проблема лохтейлингу в MySQL. И бажано не витрачать час и гроши проекту на то, чтобы как-то с лохтейлингом там попрацювати. Debezium, Debezium, это позволяет нам складывать всю эту информацию в деякій таблице? Тобто, просто, если мы ее подключим, мы сделаем так, что она будет крутиться. Окей, ну, то, для MySQL это Debezium в приоритете. Ну, да, просто дивіться, я, як бы, отут явно сказав, что с-під капоту, но MySQL и на позорица. Тобто, я не спорю, напрямую вы не сможете это враховать, на жаль, но на моем проекте мы работали с МСО Мороклом, и вот такое решение решило нам просто все проблемы. Окей, мейксенс, дякую. Таке питання, а за руку в чому відбувається просідання по перформансу для полинг-паблишера, ну, структурно воно виглядає досить схоже на інші моделі? Є одна проблема. Та таблиця лежить в тій же базі, що і все інше. Тобто, ми починаємо цю базу даних грузити. Сильно грузити. І чим швидше ви хочете, щоб на івент відрагували, тим частіше вам доведеться його пулити. Просто я приймав участь на проєкті, де ми проводили нагрузочне українською... Нагрузочне тестірування, добре, вибачте, у мене з українською. Я намагаюся прибирати акцент, але поки що є проблеми. Ми проводили нагрузочне і побачили, що було приседання по перформансу на самій базі, за рахунок того, що ми постійно мучили. Так, але в тих наступних солюшних, я так розумію, там теж відбувається полінг бази. Не тієї бази. Тобто, у нас transaction log лежить в іншій базі? Ні, transaction log у нас лежить в тій самій базі, але просто ми саму базу не висажимо, коли лазимо в transaction log, а снэпшоти в табличку, ми кладемо снэпшоти в табличку в іншій базі. І ми вже мучуємо ту базу, яка, цей процес не ефектить у нас основну базу, і ми просто мучуємо базу, яка лежить десь окремо. Ага, окей, ясно. Тобто, енд-юзери взагалі не знають про те, що ми налаштували такого монстра. Зрозуміло, дякую. Давайте поплодимемо нашому спікеру. Всім велике дякую, що прийшли.